И снова здравствуйте дорогие друзья, здравствуйте братья и сестры. К сожалению и данное видео будет посвящено армянским блогерам. То есть не тем обширным темам, которые зачастую я поднимаю в своих видеороликах, а именно армянским блогерам. Кому именно будет посвящено? Ну, но насколько вы уже поняли из картинки, с которой стартовало данное видео, речь идет о ведьме на избе. Почему я решил поговорить о данной в кавычках мадам? Причин несколько. Но прежде всего, я уже так или иначе затронул данную речь в предыдущем своем видео, где обращался, отвечал Леву Валяну. Это первая причина. Вторая причина то, что те данные, которые мне прислали, крайне ярко описывают так называемых армянских национал-патриотов, то есть националистов. В своих видео я неоднократно говорил, что армянские радикалы, контролируемые Западом, зачастую являются пешками. Но эти пешки неоднократно зарабатывали на той лжи, которую они распространяли среди армянского общества. В частности, помните фонд Крунг? Где он сейчас? Тот фонд Крунг, который простых армян заставляли посылать деньги на так называемый армянский сепаратизм, а если говорить армянским языком, на Мияцум. Где этот фонд? А ведь там были миллиарды долларов. Неужели его так быстро потратили в 80-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е? Что-то я в этом сомневаюсь. Фонд был разграблен. То есть, большая часть денег, а точнее сказать, даже не разграблен. Большая часть денег просто клали себе в карман. Не так ли? Тем более, в общем-то, данный фонд Крунг, условно, вот назовем, действовал еще с начала прошлого века. Когда армянство только заговаривало о своих претензиях на Карабах, на Джавахетию и на множество других земель своих соседей. Не так ли? Ну, о чем это я? И при чем здесь ведьмина изба? Ну, так вот, мне прислали видеоролик, в котором описывается, в частности, как данная национал-патриотка из армянства, как ее предшественники, обманывала собственный народ. При этом, спекулируя на самой болезненной теме, какую только можно было озвучить, на гибели молодых ребят, которых, она правильно сказала, именно без осведомления самих этих ребят, бросали в пекло. Под пеклом имелась в виду война, теряя операция деоккупации своих земель, которые производили вооруженные силы Азербайджана. Все вы это прекрасно знаете. Ну, так вот, данная мадам решила заработать на боли армянских матерей, чьи дети либо погибли, либо пришли покалеченными. Что может быть страшней, чем спекуляция на горе родителей? Знаете, когда мы говорили неоднократно, в частности, ваш слуга в своих роликах, о ненависти армянских радикалов к собственному народу, армянство говорило, что это неправда, что мы лжем. Но вот факты. Вот вам сейчас будет представлен внеочередной факт. То есть я уже не буду говорить о том, как были подставлены армяне, проживающие в Азербайджане, армянскими же радикалами, которые их подставили. Я не буду говорить о множестве других деяний, которые совершали армянские радикалы против собственного народа. Как они убивали тех армян, которые выступали против их мировоззрений, в кавычках. Не буду. Я привожу современную, скажем так, представительницу данного радикального армянского мировоззрения. Но прежде чем вы прослушаете данный видеоролик и осведомитесь с данным фактом, я хотел бы обратиться к Льву Валяну. Он неоднократно в своих роликах говорил о том, что на протяжении долгого времени он проработал в правоохранительных органах России, в частности в прокуратуре. Также он говорил о любви к России и о немейшей любви к армянскому народу. Он говорил о том, что он является патриотом армянского народа. Но так может быть он от любви к своему народу, от патриотических чувств накажет данную мадам, в кавычках мадам, за то, что она грабит его же народ, простых армян, проживающих в частности в России и в других странах, собирая поборы с них, якобы на помощь раненым армянским солдатам. На самом деле кладет себе львиную долю, а точнее сказать практически все деньги себе в карман. Может быть он окажет содействие в наказании данной мадам? Или нет? Или не настолько у него развит патриотизм? Вопрос интересный. Но я понимаю, что сейчас скажут мои зрители. Камеран, ты же обещал, что воздействуешь на нее. Знаете, опять-таки, к сожалению, то, что мне прислали, и то, что я узнал, мне было сообщено, что большинство свидетельств, за которые действительно можно было ее привлечь, она быстренько удаляла. Единственное, что она не удалила, это тот ролик, который вы сейчас услышите. Это единственное, что она удалить не смогла. Потому что меня спрашивали представители правоохранительных органов России, мои подписчики, о том, чтобы кто-нибудь смог найти ролик, где она заявляла о сборах денег на танк. Это действительно была бы причина. То есть, не на раненых бойцов, это одно, а именно на оружие. На закупке оружия. Потому что это статья в любой стране мира, где бы данная условная мадам бы не жила. Тем более, открытый призыв к сбору. Но, к сожалению, видимо, данное видео было удалено. Я опять призываю всех, у кого, может быть, сохранилось данное видео, передайте мне его. Так же, как если у кого-то есть четкие видео, где она оскорбляла народ, любой народ, пожалуйста, пришлите. Не проклятие, а именно оскорбление целого народа и призыв к некоему воздействию на тот или иной народ. Это очень важно. Не магическому, а именно реальному. Потому что магия, это немножко другое, и здесь могут и не призвать к ответственности. К сожалению. Ну что ж, надеюсь, на этот вопрос я уже заранее ответил. А теперь давайте с вами как раз таки перейдемте к тому факту, как же данная мадам, в кавычках, обманывала простых армян. И не только армян, но и русских, которые поддерживают армянство. Давайте послушаем. Сейчас сделаю нам как можно громче. Приступаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите внимательно на цифры Внимательно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok При этом обратите внимание Не одна представительница армянства А их там несколько А вот система Посмотрите внимательно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, дорогие друзья Это только один Из многочисленных фактов Хотя на канале империя триада очень много таких видео Который, который стоит изучить, чтобы привлечь данную особь Как ответственную перед простыми армянами, так и чтобы она ответила перед русскими, которые вкладывают деньги в ее данные системы Я уж не говорю о представителями, потому что направляются часть денег по любому на разжигание межнациональной розни Пускай даже небольшая Пускай даже небольшая Вопрос интересный, ведь она зарабатывает на самых тонких струнах людей На гибели и роднений, их сыновей, дочерей и так далее Их близких, но не родных, близких Что пошли те деньги Там дети погибают Мучаются И люди посылают Но вот куда деньги уходят? Вопрос Крайне интригующий Не так ли? На этом все, дорогие друзья Сегодня Будет множество видео В частности, видео о Распространяющемся по миру Тихой сапой Под прикрытием зачастую Национализма, террафашизма По неволе поговорим с вами Как ни странно О том, что Америка В частности, Лос-Анджелес В Лос-Анджелесе был снят фильм О распространении фашизма В Армении и в армянском обществе Как ни странно В Лос-Анджелесе Надеюсь, вы понимаете Почему я это подчеркиваю Потому что Лос-Анджелес Это практически Ну, как дополнительная Маленькая Армения Там, кстати, и улицы есть Посвященные армянству И вдруг Фильм о распространении Армянством Такого ненормального течения Как нацизм Террафашизм Потом будет видео Об отношениях России и Армении Ситуации в Армении Ну, все темы я Пока говорить не буду На данный момент я огласил Только те, которые Пойдут сразу следом За этим видео Я же на этом с вами прощаюсь Всем до свидания Всем пока Всегда ваш Сиидов Кемран До свидания До свидания